Здравствуйте! На портале «Экзогет.ру» с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем воскресное евангельское чтение, которое мы слышим в храмах накануне Рождества Христова. И очень часто у прихожан возникает вопрос, зачем Иисусу Христу нужна родословная, почему Евангелие от Матфея начинается с генеалогии Иисуса Христа. Современному человеку, который впервые для себя открывает Евангелие, очень скучно читать монотонные перечисления имен. «Аврам родил Исаака», «Исаак родил Якова», «Яков родил Иуду и братьев его», «Иуда родил Фареса и Зару от Фомари» и так далее, и так далее. Очень монотонное повторение имен, которые мало что говорят современному читателю. Но тому, кто понимает смысл родословных в Библии, их богословский, их литературный характер, становится это интереснее и понятнее. Прежде всего, Евангелист Матфей начинает свое Евангелие с родословной, потому что по-гречески родословие – это книга происхождения. И действительно, это почти как книга бытия. Греческие слова фактически совпадают. «Библиус», «Генесис». Другое значение этих родословных в том, что они ведутся по отцовской линии. Нам кажется странным, как это Авраам родил Исаака, Исаака родила Сара от Авраама. Но очень важно понимание того, что через отца передается, как от Адама, его потомкам, передается образ и подобие Божие. И поэтому это не просто какое-то физическое рождение, это не просто биологическая жизнь, но нечто большее. Некое достоинство, образ и подобие Божие, сыновство, но в каком-то другом его измерении. Тем, кто хотел бы перелистнуть эту страницу и скорее перейти уже к повествовательной части Рождества Христова, совершил бы ошибку. Смысл этого родословия в том, что Бог порождает Мессию. И по замечанию великого русского философа Владимира Соловьева, единственный, кто не имеет родословия, и это его главное отличие, это Антихрист. Поэтому Мессия должен иметь родословию. Господь производит своего сына, своего помазанника из утробы во плоти и крови народа, которого он избрал в самом начале. И что нас поражает в этом родословии, что в нем есть, наряду с великими святыми и праведниками, есть персонажи очень сомнительные, откровенно грешные, есть прославленные герои, и есть люди, которые не оставили никакого следа в истории, в памяти народа. И здесь они собираются все вместе. Это очень прекрасный знак. Мы как будто оказываемся за семейным столом, и когда все торжествуют, все оказываются за праздничным застольем, иногда мы можем видеть самых разных людей. Иногда таких людей, которых одновременно мы не привыкли видеть вместе. Между ними нет ничего общего. Общее лишь только то, что они все являются предками Иисуса Христа. Конечно, может вызвать некое смущение у людей, которые думают, что в родословии Христа должны быть только праведники, и каждое новое поколение должно быть лучше предыдущего. Умы, Слово Божие такое, какое оно есть, и я не хочу вас обманывать в том, что среди предков Иисуса Христа только праведники. В генеалогии упоминается, например, Иаков. Иаков, великий патриарх, избранник, но вместе с тем это человек, который сражается с Богом. И в памяти народа он остался тем, кто однажды вступил в схватку с таинственным незнакомцем и борется до наступления зари. С наступлением зари он получает решительную рану, отступает, и эта рана становится для него благословением. Он получает новое имя, Израиль, в котором вдруг открывается, что в действительности Иаков боролся с самим Богом. И более того, был силен в этой битве. Бог победил, но Иаков тоже вел себя достойно, и поэтому получает новые благословения. Такой прекрасный эпизод, потрясающая сцена, которая в очень долгой традиции христианства, иудаизма тоже, становится образом человека, который настаивает на своем и общается с Богом в молитве, проявляет невероятное упорство и терпение, и в конце концов Господь венчает его венцом победителя. Очень часто в жизни мы к чему-то стремимся, и кажется, мы все рассчитали, все расставили на свои места, все очень точно спланировали, но в последний момент сталкиваемся с каким-то необъяснимым препятствием, и как будто на нашем пути становится сам Господь, для того, чтобы мы проявили окончательную твердость, прочность, прежде чем получим благословение. Другой персонаж, который может вызвать большое недоумение, это Рахав. Те, кто знают ее историю, знают о том, что она язычница. Более того, она была блудницей в Иерихоне. Это очень сомнительная профессия и очень сомнительный женский персонаж. Но в какой-то момент она оказала неоценимую услугу спецназу, разведчикам, соглядатаям, которые пришли для того, чтобы узнать, что ждет народ в земле обетованной. Под ее покровом они вошли в Иерихон, и это позволило народу захватить первый город на святой земле. В какой-то решающий момент она сыграла такую невероятную роль и вошла в священную историю, более того, в родословие Иисуса Христа. И поэтому тот, кто старался бы избежать упоминания о Рахав, генеалогии, тоже был бы совершенно неправ. Это подтверждает очень важную мысль, которую Альберт Швейцер сформулировал парадоксальным образом. Он говорит, Бог пишет прямо даже кривыми письменами. То есть там, где человек совершает ошибки, помарки, Бог даже это умеет обратить в лучшую пользу. И поэтому тем, кто считает, что он недостоин того, чтобы Бог вошел под кровь души или в его дом, упоминание Рахав говорит о том, что Бог не гнушается грешниками, наоборот, больше радости о тех, кому есть путь к покаянию, чем о праведниках, у которых все в порядке. И имя Рахав призывает тех, кто считает себя недостойным, не терять мужество и доверие. Среди других имен, которые здесь упоминаются, Версавия. Версавия не упоминается по имени. Говорится, Давид, царь, родил Соломона, отбывший Заурию. То есть не называется даже имя, но мы прекрасно знаем эту женщину, выделяющуюся невероятной красотой. Версавия в саду у фонтана становится излюбленным персонажем живописи. И здесь разворачивается целая драма. Когда Давид видит ее красоту, это влечет его к греху. А потом следы нужно каким-то образом замести и не находится никакого лучшего решения, чем коварным образом послать на смерть благородного Урию в одном из сражений. Таким образом, воспоминания об этой женщине и тем более об Урии, убитом, это воспоминания о прелюбодеянии, воспоминания о пролитой невинной крови и о вине, которая ложится на плечи царя Давида. Но и здесь же тем людям, которые считают, что Бог не примет никогда грешника, это указание на то, что не нужно человека отождествлять с грехом, потому что Бог сумеет обратить и эту историю ко спасению и к самому лучшему. Среди других женщин упоминается Руфь. Она не была израильтянкой по крови, и поэтому, казалось бы, она вообще не должна упоминаться в генеалогии Мессии. Она была муавитянка, язычница. В молодости она обдавела, и когда свекровь предложила ей вернуться в дом отца, она захотела остаться со своей свекровью, и вместе с ней переселяется в неизвестное селение Вифлеем. Здесь она случайно выходит замуж за престарелого Ваоза и становится бабушкой Иесея. То есть из ее утробы происходит царь Давид и затем Мессия. От женщины, которая язычница по своему происхождению, но остается верной избранному народу, она входит в его священную историю. Среди других персонажей мы слышим имя царя Соломона. Это один из самых потрясающих персонажей в истории Израиля. Ему удается собрать воедино земли, завоеванные его отцом, царем Давидом. Образуется новое царство, единая империя. Он строит великолепный храм Богу, но он же и прелюбодействует, впадает в идолопоклонство. С одной стороны, он сам в воплощении мудрости, но при этом грех становится причиной падения его царства. И когда генеалогию Иисуса Христа слушают люди, которые в чем-то похожи на Соломона, люди, преуспевшие в жизни, достигшие невероятных результатов, но вдруг совершают роковые ошибки, кажется, что навсегда скомпрометировано твое имя, и поэтому ты должен сойти с авансцены истории, это напоминание о том, что не нужно терять надежды. Господь приходит в народ Божий, как приходит в неблагополучную, как бы мы сегодня сказали, дисфункциональную семью, для того, чтобы стать частью его истории, для того, чтобы исполнить тот замысел, который был изначально в уме Бога, для того, чтобы спасти всех. И, наконец, в этой родословной мы встречаем такие имена, как Азор, Аким, Садок. Кто эти люди? Я не знаю. Я думаю, никто не сможет сказать, чем они прославились, что они совершили в жизни. Это такие темные лошадки истории, они навсегда остаются в тени. И это знак всем тем, кто считает, что он ничем не выделяется в жизни, и поэтому Господь его не видит, ты уходишь неприметно. В действительности Бог помнит всех, и эти люди тоже находят свое место в родословии Мессии. Бог прекрасно умеет совершить нечто великое с участием и тех, кто совершает грех в глазах мира, и тех, кто кажется невзрачным, кем мир пренебрегает, кого мир считает юродивым и ничтожным. Все достойно внимания, ничто не остается в тени. И поэтому праздник Рождества становится таким семейным торжеством всего человечества, о том, что начинается новая история, в которой Христос оказывается в центре. Вереница праведников и грешников предшествовали Ему, и бесконечная вереница тех, кто родится после Христа, станет частью этой священной истории. Другой важный ключ к пониманию этой родословной – число 14, которое трижды упоминается в этой родословной. Ивангелист говорит, «Итак, всех родов от Авраама до Давида – 14 родов, от Давида до переселения в Вавилон – 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа – 14 родов». В действительности, если быть верным буквальному смыслу истории и фактам истории, конечно, должно быть другое число поколений, потому что исторически прошел другой промежуток времени. Но тот, кто знает, что каждая буква в священном алфавите имеет определенное число, и слова, и имена тоже складываются в числа, и каждое число имеет какое-то значение, число 14 соответствует имени Давид. То есть автор тем самым трижды говорит «Давид, Давид, Давид». Тот, кто сегодня рождается, является сыном Давида, он является новым Давидом, истинным царем и помазанником. И, подводя итог этому родословию, мы можем видеть, что слово становится плотью, Бог становится человеком и обитает среди нас. Слово Божие полной благодати и истины входит в плоть человеческой истории. И поэтому сегодня наступает наш черед вписать свои имена в эту родословную, тело Христово, в историю Церкви. Но в центре всей этой истории остается Иисус Христос. На портале к The Get.ru с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.